Особое мнение на 101FM Мы соглашаемся с самого начала Особо мне не соглашаемся Но это не значит, что я не буду задавать сегодня каверзных вопросов Так вот он 28 июля Сказал, что все Старые лампы Мы их называем оранжевыми фонарями В Кирове заменят на новые Белые, современные, экономичные И даже Говорил о том, что под это уже есть Контракты, я не знаю, они разыгрываются Или нет Но эта тема активно кировчанами Не обсуждается И вообще на свет как-то не очень часто В последнее время жалуется Тема неосвещенных дворов Тоже тихонечко уходит на задний план Не знаю, правда, с чем это связано Потому что нет у нас пока Никаких данных о том, что происходит С освещением в Кирове Но уже вот такие два заявления Касающиеся света от Шульгина Мы получили Первое о замене ламп И что она за собой влечет В том числе экономические, какие ресурсы нужно подтянуть И что получит город от этого А второе его заявление было о том Что необходимо При прокладке коммуникаций И ремонте улиц и дворов Все провода электрические прятать под землю Я знаю, что ты занимаешься освещением В том числе работаешь с несколькими муниципалитетами Я не знаю, в Кировской области или нет Но что вообще происходит сейчас в стране Общая ли это тенденция Или это прихоть нашего сети-менеджера Действительно, моя компания занимается Заменой системы освещения Не только в Кировской области Но и в соседних регионах Не называй ее название Чтобы нас не притянули Не буду называть И в Костроме, и в Коме мы работаем И в Морел И в Москве Отмечу следующее Что жители города Кирова Последнее время не жалуются На систему освещения в городе Почему? Потому что несколько лет назад Киров участвовал в энергосервисном контракте И подписал этот энергосервисный контракт С компанией Philips Небезызвестная брендовая компания Которая поставила в наш регион И лампы И были заменены светильники Основу освещения города Кирова Представляют лампы Донат натриевая 250 ватт Это сейчас? Это сейчас После того, как энергоконтракт был Подписан Раньше вообще в городе было такое Может быть вы вспомните Тусклое, голубоватое освещение Стояли лампы ДРЛ ДРЛ 400 ватт Это не энергоэффективные лампы Это старый тип освещения Затем Philips поменял на натриевые лампы 250 ватт То есть чувствуете уже снижение по ваттам И соответственно уже энергоэффективность И сейчас и глава администрации Если честно и не только он И до этого этот вопрос обсуждался неоднократно Предлагают подписать новый энергосервисный контракт Уже на замену ламп Донат 250 ватт На светодиодные лампы Диапазон ватности светодиодных ламп аналогами Являются от 70 до 100 ватт Еще больше Соответственно чувствуете, насколько здесь уже падение по ватности И насколько здесь город может сэкономить на оплате электроэнергии Значит этот вопрос сейчас очень актуальный Почему? Потому что порядка 119 миллионов рублей в год Тратит город на оплату электроэнергии И услуг по замене, демонтажу Уличного фонарного освещения Эта цифра очень большая, эта цифра колоссальная А сам новый проект энергосервисного контракта Подразумевает цифру порядка 300 с лишним миллионов рублей Секунду, 119 миллионов город тратит на электроэнергию И сопровождение ее, технические работы А теперь контракт 300 миллионов Где же здесь выигрыш? Хочу отметить выигрыш этого контракта Во-первых, энергосервисные контракты подписываются обычно от 3 до 10 лет Как мне кажется, по нашим расчетам Действующий энергосервисный контракт для города Кирова По нынешним ценам должен быть не менее чем 5-7 лет Поэтому если посчитать экономию в 5-7 лет Посчитать разницу между 250 ваттами и 70-100 ваттами То экономия будет достаточно существенна Это первое Второе Городу на самом деле не требуется из кармана достать Одномоментно 300 с лишним миллионов рублей Почему? Потому что энергосервисный контракт подразумевает Оплату подрядчику на экономии на электроэнергии То есть если раньше город тратил, например, 120 миллионов рублей в год Сейчас он будет тратить в 2,5 раза меньше Предположим, 50 миллионов рублей в год То разницу между 120 и 50 миллионами рублей в год А эти там 70 миллионов рублей Будет отдавать город подрядчику в год То есть экономика, она примерно такая Это я сейчас на пальцах вот эти цифры объясняю Но на самом деле экономика, она примерно такая И поэтому этот энергосервисный контракт, он выгоден всем Он выгоден городу, потому что город одномоментно Там буквально в течение месяца меняет все фонарное освещение в городе А это порядка 23,5 тысяч точек Это очень большой объем, это колоссальный объем Город одномоментно поменяет это освещение Город не заплатит из своего кармана одномоментно 300 с лишним рублей А будет платить ежемесячно частями на разнице в электроэнергии Подрядчик зарабатывает деньги, во-первых, на поставки светодиодных светильников Во-вторых, на установки этих светодиодных светильников Но насколько я знаю и насколько было бы правильной Насколько было бы интересней для города Подрядчиком может стать наше городское предприятие Гороэлектросеть Оно будет совместно, имеется в виду предприятие Будет совместно с Кировсветом Оно объединяется, поэтому вот наш муниципальный подрядчик Он станет и подрядчиком этого энергосервисного контракта Но это всего лишь мои предположения Это выгодно? Я думаю, что так будет логичней Почему это логично? Потому что подрядчик будет, то есть Гороэлектросеть Или Кировсвет, совместное предприятие Подрядчик займет свои мощности Займет спецтехнику, займет работников Работники будут получать зарплаты Будут отчисляться налоговые платежи Будут хоть какие-то минимальные деньги попадать обратно в бюджет Потому что муниципальное предприятие Обязано делать отчисления в городскую казну А кто заработает на светодиодных светильниках Вот это самый главный и интересный вопрос на сегодняшний день Потому что там и моя компания, и консорциум предпринимателей И в Кирове, и заводы-изготовители Неоднократно делают предложения городским властям О наших продуктах, которые мы могли бы предложить Светодиодные светильники Даже компании есть, которые готовы полностью взяться За энергосервисный контракт Ну вот, я думаю, рынок определит свое Самое выгодное предложение будет сформировано И с самым выгодным предложением через систему госзакупок А энергосервис это госзакупки Будет заключен контракт А мы можем как-то пройтись по ценам Вот по опыту твоему в других регионах В какую цену закупают вот как раз эти лампы? Ну, если мы говорим о замене лампы Денат-252 То цена такого продукта С учетом всех энергосервисных потерь А вы должны понимать, что в этой ситуации Поставщику светильников надо будет брать коммерческий кредит Скорее всего, потому что объем колоссальный Ни одно, в принципе, предприятие в стране Наверное, не может из кармана достать Сумму эквивалентную 23 тысячам светильников Поэтому будет кредит Нужно учитывать все затраты по кредиту Я думаю, стоимость такого продукта Варьируется с учетом энергосервиса От 4 до 7 тысяч рублей То есть в эту цену должен стоять светильник Плюс стоимость работы по установке А когда же город начнет экономить? Потому что если он сначала должен заплатить за контракт То когда-то же он должен действительно экономить? Нет, город платит ежемесячными платежами От разницы в предыдущих оплатах за электроэнергию На сегодняшний день оплата за электроэнергию Вот вычисляется разница Определенные коэффициенты есть в энергосервисном контракте Ежемесячно город перечисляет небольшую цифру Он не 300 миллионов перечисляет А каждый месяц небольшая цифра Экономия может составить сколько процентов для города? Мне кажется, здесь экономия это больше на том Что город получает здесь и сейчас Это во-первых И не достает одномоментно 300 миллионов с лишним рублей То есть вот экономия, мне кажется, она такая Сколько это в деньгах и в процентах Я пока не берусь считать Это надо просчитывать сам энергосервис Надо смотреть и разбираться в самом контракте Который будет администрации подготовлен А горожане что получают от этого? Кроме того, что бюджет начнет экономить средства Вот само освещение этого качества Значит, качество освещения у светодиодного светильника Какой бы он не был Какой бы производитель его не изготавливал Оно, в принципе, всегда лучше и насыщеннее Чем любая лампа донат или древел тем более То есть горожане получат качественное освещение Освещение, которое будет доступно в ливень, в грозу, в снегопад Если вы можете обратить внимание, когда у нас дожди в городе У нас не видно, что под ногами происходит Автомобилисты попадают в ДТП Пешеходы проваливаются в дыры, в ямы и так далее Ступают в какие-то лужи А со светодиодным освещением И горожане, и автолюбители будут видеть все, что происходит на дороге и на тротуаре То есть для горожан это безусловный плюс Прервемся на полминуты и про провода еще поговорим Продолжаем разговор в рамках программы «Особое мнение» У микрофона работает Светлана Занько И свое особое мнение сегодня высказывает предприниматель Депутат городской думы 5-го созыва Алексей Кузьмин Еще и еще немножко про освещение Снова заявление Ильи Шульгина О том, что небо Кирова должно освободиться от проводов И при проведении строительных, ремонтных, прежде всего дорожных работ Нужно убирать провода под землю Насколько это вообще реально? Я разговаривала с разными экспертами В том числе и телекоммуникационными компаниями Которые свои провода кидают со столба на столб Они говорят, нет, нет, это там нереально У нас есть один владелец вот этой канализации Сейчас я не про сточную канализацию говорю А про каналы, про кладки связи И там в той же горе электросети Которой принадлежат столбы Будет невыгодно, если провода уйдут под землю Потому что они получают нековариантную плату Вот с этих вот проводов Ну и с этим заявлением о том Что провода из города надо убирать Я полностью согласен Значит, что касается того Насколько это эффективно и неэффективно Это показывает практика Урбанистически развитых И правильных городов нашей страны И за рубежом Потому что протянуть провод По макушкам столбов Бетонных либо остальных Это самый дешевый вариант И даже я сказал Это самый неэффективный вариант Почему? Потому что, во-первых Любой СИП-провод Самый несущий изолированный провод Он со временем провисает Он провисает под тяжестью снега Обледенение Провода изнашиваются Провода лопаются То есть очень бывает много проблем Связанных с воздушными линиями И электропередачей И освещение И связи И так далее Поэтому Закапывать провода под землю Это эффективно Это красиво Потому что Здесь мы не забываем О, скажем так Привлекательной составляющей Нашего города Если вот эти Все телекоммуникационные И электрические провода Убрать под землю То, безусловно Город станет краше Можно не бороться с рекламой Нужно бороться с проводами Единственный минус Вот такой системы Прокладки проводов Это цена вопроса Потому что Проложить провод под землю Это гораздо дороже Чем кинуть провод по воздушке Это безусловно Что касается того Что Телекоммуникационные компании Платят Отчисления Гороэлектросетям За аренду Их столбов Это правда Я даже знаю Примерный Примерный порядок цен Сколько отчисляет Можете озвучить Это на самом деле Не такая страшная цифра Там порядка 10-12 миллионов рублей В год За все За все столбы Но я не думаю Что это Настолько страшная потеря Для города Если город будет закапывать Правда под землю Значит Ничего страшного Заработают на энергосервисном контракте Гороэлектросети Значит Поэтому я полностью согласен с этим Во-вторых Мы позавчера видели Как на дорогах Слободского Упал огромный Железобетонный столб Переградил всю улицу Слава богу Мимо не проходил Человек Не проходил ребенок Не приезжала машина И обошлось без жертв А если бы Были жертвы Если бы кто-то Травмировался Это я к чему Что в Кирове Износ Железобетонных столбов Колоссален У нас Новые столбы Строятся только В случае Крайной необходимости Когда уж совсем Столб Покосился Изогнулся И не дай бог В него въехала машина Значит Только в таком случае У нас ставятся Новые железобетонные опоры Либо на новых проектах На новых участках Ставятся стальные опоры Так вот Крупные Цивилизованные города Уходят От железобетона Уходят От этих колоссальных Советских ГОСТов На железобетонные столбы И приходят К узким стальным Современным столбам Они легкие Узкие Компактные Их легко устанавливать В них легко смонтировать Эту же кабельную продукцию Чтобы провод Светильника Шел не по воздушке Не по самому столбу А внутри столба Таким образом Провод опять же Еще больше защищен То есть Одни плюсы от этого Поэтому Если мы говорим О энергосервисном контракте Если мы говорим О кардинальной смене Системы Уличного фонарного освещения Надо и менять Столбы Менять столбы Устанавливать Светодиодные светильники И закапывать Кабели под землю Это правильное решение Это решение требует Колоссальных финансовых вложений Но к этому Надо стремиться Может быть Такие вещи Необходимо прописать В энергосервисном контракте Алексей Кузьмин Это его особое мнение Вы сейчас слушаете Предприниматель Депутат городской думы Пятого созыва Еще про город И немножко политики Мы знаем Что на прошлой неделе Прошли выемки документов В компании Кировспецмонтаж Дело касается Парка Победы И наши коллеги Из Снюслера Получили комментарий От Владимира Быкова Спикера УЗС Которого Так или иначе Различные эксперты Совмещают С делом По Парку Победы Ничего Не доказано Его участие Ему предъявляют Претензию В основном В том Что во время Его правления Произошла Эта вся история И так Владимир Быков Сказал Что следственный Сказал Что находится В отпуске И будет говорить На эту тему После выхода Из него Но потом добавил Следственный комитет Ведет расследование Разберется И поставит Жирную точку И что ему Вообще не хочется Разговорить о том Что пишут о нем Относительно Этого дела Ну и вот Сам процесс Движения По делу По Парку Победы Я думаю Имеет смысл Оценить сейчас Ну Насколько мне известно Насколько у меня Есть информация Главная загвоздка И главная проблема В этом деле В расследовании Этого дела Это в том Что Кировская Городская дума Которая приняла Последнее решение О приватизации Этого земельного участка Является Коллегиальным орган И коллективным органом Значит там нет Какого-то одного Единственного ответственного лица За данное Принятое решение И почему-то Об этом И публика И в СМИ Все меньше и меньше Говорят Почему Очень странно Потому что Все-таки Не надо забывать Там какая фракция Каким большинством Все-таки Принимала это решение Это принимало решение Не только Владимир Быков Он как спикер парламента Как руководитель фракции Он безусловно Несет Ответственность Скажем так За непосредственное Принятие этого решения Но принимало решение Большинство Депутатов Кировской городской думе Напомню что Оппозиционные фракции Голосовали против Этого предложения Против этой инициативы Вот надо Обратиться К той партии К той фракции Которая это поддержала Почему-то О ней Мало кто вспоминает Вспоминает только Вспоминает только Одну фамилию Понятно почему вспоминает Потому что В той Одной из ОООшек Которая Там в том числе Приобретала этот земельный участок Есть его сын Оказался его сын Да Поэтому естественно Вызывает угрожан Это возмущение И это правильное возмущение Я считаю что Здесь Самый настоящий Конфликт интересов И Именно в том числе На это надо Обращать И правоохранительным органам Особое внимание Самый настоящий Конфликт интересов У нас с этим Активно борются У нас Не дай боже В какой-нибудь Районной администрации Глава администрации Устроит на работу Какую-нибудь Свою двоюродную Племянницу И прокуратура Моментально Как-то реагирует На это событие А здесь Такая сделка Прямая сделка Города Лица Которые принимают В том числе Непосредственное решение Вот как-то странно Что на это Не акцентируется Внимание Во-первых На то что дума Это коллегиальный орган Коллективный орган А во-вторых А во-вторых Что здесь Сам настоящий Конфликт интересов Как мне кажется Это мое Особое мнение Сам процесс Как сейчас движется Я не знаю Если честно Там как движется Процесс Это надо Все вопросы Только правоохранительным органам Я думаю Люди компетентные Действительно Как сказал Владимир Быков Они поставят Жирную точку Вопрос в том Какая это будет точка Паблик Строим Киров Выложил информацию О том Что на участках В генплане Появились Школы И детский сад На этом участке Ну это Хорошо Если ситуация Развивается таким образом Что Этот земельный участок Будет социальным Если там появится Школа И детский сад Ничего в этом плохого нет Если Этот же Киров Спецмонтаж Который является Собственником Сейчас Земельного участка Построит На этом объекте Детский сад Вообще желательно Чтобы это было Преподнесено В дар Нашему городу Почему бы и нет Кировспецмонтаж Как огромное Одно из крупнейших Предприятий В регионе Заработало немало Денег На кировчанах Почему бы И не Заниматься Социально ответственным Бизнесом Но это коммерческая Компания Которая за свои деньги Купила этот участок Безусловно Раз ситуация Таким образом Складывается Что сейчас Либо пан Либо пропал Поэтому Я безусловно Не советчик Не КСМ Не тем более Правоохранительным органам Но мне кажется Ситуация Может как-то Разрешиться Мирным путем Продолжаем разговор Это программа Это программа Особое мнение Микрофон работает Светлана Занько Своё особое мнение Высказывает Предприниматель Депутат Городской Думы Пятого созыва Алексей Кузьмин Ну и тут конечно Нам нельзя сейчас Заниматься агитацией Ни в какую сторону Ни за агитацией Ни против агитации Но мы можем Все равно Посмотреть Какие люди Идут На довыборы В Городскую Думу Уже начинаются Первые материалы Предвыборные Их начинают Уже обрабатывать Скоро будут Публиковать Сам Ты видел эти кандидатуры Ты безусловно Интересуешься И знаешь Кто идет Если Будет ли Так скажем Будет ли борьба Мы не будем Оценивать кандидатуры Мы Разберем Будет ли борьба Если Если не обсуждать Конкретные личности Кандидатов То Я думаю К сожалению К сожалению В нашем городе Тем более На довыборы В Кировскую Городскую Думу Желающих прийти Избирателей С каждым годом Все меньше и меньше Система выборов В нашем регионе В нашем городе Деградирует Постоянно Потому что Постоянно Применяются Какие-то черные технологии Постоянно Избиратели Испытывают На прочность Постоянно Какие-то Происходят Обманы Недоговоренности И так далее И так далее Поэтому избиратель Все меньше и меньше Верит выборам И тем более На выборы На довыборы В Кировскую Городскую Думу Я думаю Придет В лучшем случае В лучшем случае По 25% Избирателей От Необходимых Проживающих В конкретных округах Это к сожалению Это плохо Она Система выборов Она вот таким образом У нас К сожалению Деградирует И Эту систему Довели До А у нас Агитация Запрещена Поэтому Не скажу Какая партия Довела До Такого уровня Систему выборов Поэтому К сожалению Здесь борьба Будет за каждого Избирателя И Кто Больше Приведет Своих Знакомых Друзей Родственников Кто Больше Запустит Проектов Один к Трем Один к Десяти Это о чем Я говорю Когда Ты находишь Своего знакомого В избирательном округе И просишь Его родственников И друзей Его родственников Которые живут В этом округе Прийти на избирательный участок И проголосовать За твою Или за Кандидатуру Либо за Кандидатуру Твоего товарища Это так называемые Проекты Привода Они используются Всеми политическими Партиями Всеми кандидатами Они платные В большинстве своем Они бесплатные У кого Много денег Тот и собственно Платит А у кого денег Мало Кто Не занимается Лоббизмом Определенных Коммерческих Структур В городской Думе Либо в областном Законодательном Собрании То у того Денег нет И он идет На общественных Началах Изыскивает Из кармана Достает Свои Средства Печатает на них Какие-то Листовки Календарики Хоть какой-то Материал Который сможет О тебе Рассказать Ну безусловно Вот кто Сможет Правильно Организовать Эту избирательную Кампанию Кто может Скажем так Привезти своего Товарища На избирательный Участок Кто-то победит И счет Здесь будет Ити на десятки Даже не на сотни Голосов А на десятки Поэтому Каких-то Жестких Отрывов Каких-то Спарринг Столкновений Я думаю В Кирове Не предвидится Что в городскую Думу Что до выбора В областной Зак Собрании Там компании Будут Абсолютно Спокойные Они будут Нацеленные На привод Знакомых Избирателей И явка Будет Крайне Низкая Поэтому Ожидать Какого-то Интересного Политического Ажиотажа В Кирове Я думаю Не стоит Прервемся На полторы минуты У нас реклама Это программа Особое мнение Продолжаем разговор В программе Особое мнение Своё особое мнение Представляет Предприниматель Депутат Городской думы Пятого созыва Алексей Кузьмин Микрофон работает Светлана Занько Итак Ещё Будут выборы На этой неделе Это третья волна Выборов Общественную палату Кировской области Напоминаем Что два списка Уже определены По двум спискам Кандидаты Определились Это уже точно Будут члены Общественной палаты По списку губернатора И по списку Областного законодательного собрания Третья волна Самая интересная Там идут люди Которые выдвигаются Не от депутатов Не от губернатора А сами по себе По идее Они так должны выдвигаться Тут ещё интересная Какая история По первым двум спискам Чтобы было понятно Нашим слушателям Нет никакого участия Членов общественной палаты Нынешнего созыва Нет необходимости Защищать Никакие абсолютно проекты Никакие свои позиции Но выдвинули и выдвинули Списки есть и есть Всё эти люди Они попали в общественную палату А вот по третьему списку Мало того Что нужно выдвинуться самому Нужно выдвинуться Через общественную организацию Нужно ещё Вот в этот четверг Будет большое собрание На котором Все общественные палаты Должны будут утвердить Этих кандидатов И кандидаты Вроде бы должны будут Что-то защищать Подход сам тебе как? Я уже высказывал Свою точку зрения Своё особое мнение По формированию Общественной палаты Кировской области Когда она создавалась У нас в регионе Она создавалась Безусловно Сверху Это была Инициатива Федерального уровня И безусловно Она была скинута К нам в регион С пометкой Молния И с пометкой Срочно сформировать Я помню Как Мне рассказывали Знакомые Собственно Как это всё Происходило Как она формировалась Как ставили галочки Кто туда пойдёт Кто не пойдёт Кто лоялен Кто не лоялен Кто нужен Кто не нужен И Собственно Самая первая Общественная палата Она была такая Скажем так Пробная Учредительная Её можно так назвать Но с каждым годом Я замечаю Что роль Общественной палаты В политической Общественной жизни Региона Она с каждым годом Возрастает Члены общественной палаты Всё чаще Появляются в СМИ Всё чаще Они высказывают Своё мнение По тому или иному Городскому Либо областному Вопросу И это импонирует Так и должно быть Общественники На то и общественники Чтобы быть Публичными Чтобы высказывать Свою точку зрения Либо точку зрения Коллектива Кто тебя представляет Значит На публике Поэтому я считаю Это правильно Роль общественной палаты Возрастает Если возрастает Роль общественной палаты То и требуется Скажем так Обратить И обращать Особое внимание На формирование Этой общественной палаты То есть как раньше Когда было Скинуто Сверху И надо было Под галочками Быстро-быстро Сформировать Общественную палату Сейчас уже так Не получится И так уже Формировать Неправильно Вот сейчас Пришли к такому мнению Что политические партии Не могут Формировать Членов Общественной палаты Хотя и Во втором Эшелоне Идут В ОЗС Да Во втором эшелоне Идут представители От областного ЗАГС Собрания Хочу вам сказать Что действительно Есть и устное И письменное Распоряжение О том Что политические партии Не выдвигают Своих членов В общественную палату Членом общественной палаты Может быть только Представитель Какой-либо общественной Организации Но по факту Даже от областного ЗАГС Собрания Но по факту Что было И что мы сейчас Увидели Было некое заседание Областного ЗАГС Собрания На котором Согласно Квотам Политических партий Представленных В областном Законодательном Собрании Было утверждено Количество Членов Общественной Количество Кандидатов В общественную палату То есть Если всего От ЗАГС Собрания ОЗС Представляет 16 человек То Было Определенное Дробление Партия Большинства Забрала По-моему 12 Мандатов Если их Можно так Обозвать Значит Партии КПРФ И ЛДПР Досталось По два Мандата И партию Справедливая Россия Почему-то Обделили Может быть Я конечно Не преувеличиваю Свою роль Но в том числе Скорее всего Из-за моей Фамилии По идее Была договоренность Если уж Мы так Формируем Палату То 2-2-2-10 То есть Вот такая Должна была Процентов Но в итоге От Справедливой России Был один В том числе Была моя Фамилия И вот к сожалению Справедливой России Достался лишь Один мандат И вот Вот такая Получилась Процентовка Правильно Это или Неправильно Мне кажется Это Немножко Немножко Отходит От своих Договоренностей Устных И письменных Почему Если политические Партии Принимаете решение Политические Партии Не формируют Общественную Палату Почему Председатель Областного Зак Собрания Руководители Политических Фракций В областном Зак Собрании Принимают решение О каких-то Квотах О каких-то Квотах И естественно Маячком Маячком Вот этой Вот этих Квот Являлось Указание Партийной Принадлежности В анкетах Кандидатов То есть Каждый Кандидат Которая Объяснялась Тем Что эту Партийную Принадлежность Надо снять Если ты Пошел Это якобы Такое Формальное Оправдание Было На самом деле Это был Маячок По принципу Свой-чужой Ты в какой Политической Партии Ну вот От такой Квоты Иди Скажи Пожалуйста Ты сейчас Пойдешь В третьей Волне Я На эмоциях Наверное Подал заявление На третью Волну Формирования Общественной Палаты Но Опять же Почему-то Поступила Информация Мне что И в этой Квоте По распоряжению Или по указанию Или по Устной Просьбе Определенных Членов Партии Единая Россия И меня И там Не хотят Видеть Там есть Конкретные Люди Которые Тебя Не Ну конечно Видимо Есть люди Которым Я Постоянно Перехожу Дорогу Но К сожалению Почему-то У нас Так Происходит Политическая Ситуация Достаточно послушать Эфиры С Алексеем Кузьминым Чтобы понять Кто эти люди Единая Россия Если кому-то Не нравится Мое особое Мнение Ну вот Они так Реагируют И мы там Будем И мы будем Видеть Как все Происходит Я буду Впервые Участвовать В этой Истории И своими Глазами Все Вижу Потом Обсудим Как это Все Действительно Продолжается Программа Особое Мнение Его Высказывает Сегодня Алексей Кузьмин И У нас Остается 4,5 минуты До завершения Этого Эфира У меня Есть Несколько Две Темы На выбор Либо Мы Городские Проекты Некоторые Обсудим Возвращаясь К нашей Первой Теме Закольцуем Потому что Объявлен Конкурс На лучшую Концепцию Благоустройства Территории Ленточного Парка В районе Жовско-Озерного Озера У нас тут Центральный Рынок Обсуждается Со всех сторон Цепь оврагов Засора Или молодежная Политика И КВН Давайте мы Лучше Вернемся Городским Проектом И актуальным Проектом Хорошо Молодежку Обсудим Отдельно Все-таки Следуют Уже Какие-то Серьезные Вещи Не просто Заявление А давайте Кому Тут Нам нужны Ленточные Парки А уже Объявлен Конкурс На лучшую Концепцию Благоустройства Территории Ленточного Парка В районе Жовско-Озерного Родникового Комплекса Есть Разные Мнения На этот Счет И ты Наверное Тоже Хорошо Представляешь Сомнения Которые Возникают И скепсис У людей Которые Дополняют В том числе Заметки В СМИ И мы Это делаем Тоже Что уже Были Такие Идеи Особенно Что касается Оврагов И вот Этой Пролетной Такой Улицы О которой Заговорил Илья Шульгин Что хорошо Быть Цепь Оврагов Объединить В единую Не пересекающую Автомагистрали Цепочку Чтобы дети Могли ездить На велосипедах И гулять Безопасно А вот Уже Появляются Некоторые Конкурсы Да Давай Сейчас мы Это Обсудим Можно Назвать ли Мы Это Уже Первыми Шагами Для Реализации Подобных Серьезных И достаточно Крупных Проектов Или Как Сомневаются Некоторые Наши Коллеги Поговорят И разойдутся Ничего Не произойдет Самое Главное Что бы Хотелось Сказать Это Первое Надо Что-то Делать Вот Если Ничего Не делать Не предпринимать Никаких Шагов Не формировать Определенные Концепции Не проведить Урбанистические Форумы Которые Предстоят В нашем Городе То Ничего В нашем Городе Не изменится Какой бы Не был Глава Администрации Какая бы Не была Городская Дума Их Инициатива Может Раствориться Где угодно Если Не делать Каких Либо Конкретных Шагов Вот Тот Конкурс Объявленный На Формирование Концепции Вот этих Привлекательных Ленточных Парков Мне кажется Это первый Шажок И Этот Шажок Надо Сделать Если Мы Не Увидим Какую-то Картинку Если Мы Не Поймем Что Мы Хотим Добиться На этой Территории Что Мы Хотим Получить Что Хотят Горожане Здесь Увидеть То Мы Дальше Этой Картинки Никуда Не Сдвинемся Нужно Видеть Концепцию Нужно Видеть Проект Исходя Из Будет Инвестиционный Проект Предпринимателей Которые Будут Зарабатывать На этом Деньги Как нам Представлял Архитектор Из Питера На примере Иркутского Квартала В том числе Да Это очень Был хороший Позитивный Пример Когда Бизнес И развивается И зарабатывает Деньги А город Получает Благоустроенную Территорию И жители Могут Этой Территорией Пользоваться Причем Практически Там Все Безвозмездно Значит Это Что Касается Необходимости Создавать Какие-то Концепции Проект Это Правильно Это Что нужно Делать С этим Я безусловно Согласен Скептиз Скептиз Который Возникает По этим Проектам Это То Что У нас Уже Была Масса Таких Проектов Помните Картинку Огромного Красивого Заречного Парка Нашего Города Она До сих пор Висит в коридоре У архитектуры С канатной дорогой С бассейнами Со Спортивными Сооружениями Со стадионами Качелями Каруселями И так далее Вот этот Под него Дальше Никто не работал Не искали Инвесторов Не искали Федеральные Областные Целевые Программы Никто Дальше Вот этих Картинок Не работал Что сейчас Изменится И надеюсь Надеюсь Что В современных Условиях С новыми Людьми Дальше Картинок Все-таки Пойдут И будут Уже искать Какую-то Конкретику Что касается Вот например Этих проколов И о том Как мог бы Зарабатывать Бизнес Вот например Одна из Ключевых проблем В Нововятске Это переезд Горбатый И уже Неоднократно И граждане И власти Задумываются О неком проколе Чтобы автомобили Проходили через Этот переезд Туннели Такие Да Туннели А над ним Приезжал поезд Так вот Хочу сказать Что есть бизнес Есть бизнесмены Которые заинтересованы В этом проекте Они Уже там Получили определенное Согласование С РЖД И не сегодня Завтра Вот мы Вместе с ними Будем Стучаться В городскую администрацию Делать это предложение И вот бизнес Может зарабатывать Горожане Получат Беспробочное Пространство Город Получит решение Одной из проблем Проект платного проезда В том числе Полностью платного проезда Частично Там же огромные потоки Общественного транспорта Жителей Которые будут Не согласны С платой Безусловно И это проблема И властей И бизнеса Как это все Актуализировать Как это все Сделать Эффективным Как это все Сделать Максимально дешевым И как жителям Скажем так Максимально Создать комфортные условия Это я всего лишь Об одном из примеров И вот Создание вот такого Прокола Ленточных парков Через все овраги Мне кажется Это хорошая Классная идея И бизнес В том числе Может зарабатывать На каких-то И на подрядах И на подряде На этом проекте И на Каких-то Сопутствующих вещах Кафе Ресторан Сувенирка Будем развивать Безусловно Эти городские темы Во всех наших программах А пока Благодарим Алексея Кузьмина Предпринимателя И депутата Кировской городской думы Пятого созыва Это было его особое мнение Спасибо, Леша Что пришел Приходи к нам еще И хорошего Всем дня Спасибо Всего доброго Особое мнение На 101FM